Друзья, всем привет! Не будем долго затягивать приветствия этого видео. Мы приехали снимать машинку, ту, которую мы давно ждали, давно хотели увидеть. И слава богу, у нас хорошее отношение с директором салона BVD, который написал сегодня, что она приехала. Мы собрали все вещи и приехали в салон компании BVD, чтобы снять для вас новый BVD Seagull или Чайка. Давайте сегодня с ней познакомимся. Друзья, как видите, в размер она действительно небольшая. Длина у нее 3780 мм, ширина 1715 мм, высота 1540 мм и колесная база 2500 мм. К сожалению, вес пока что мы не знаем, приложение тоже еще не знают, потому что машина новая. Но я думаю, что она не особо тяжелая. Давайте быстренько сразу с оцинковкой кузова, но я вам точно скажу, что ее здесь нет, потому что мы уже осмотрели ее на выставке. Капот. Не оцинкованный крыло. Не оцинкована дверь. Не оцинкована задняя дверь. Не оцинкованное заднее крыло тоже нет. Крышка багажника тоже нет. Пороги тоже нет. Тоже нет. То есть, соответственно, все как и в Дельфине. В принципе, мы этого и ожидали. Клеранс. Так. Она не совсем высокая, но и не совсем маленькая. То есть, под батарею у нее 16,8 см, друзья. Для такой маленькой машинки вполне нормально. Багажник, друзья. Здесь у нас стоит базовая комплектация. Но ни в базовой, ни в средней, ни в топе все равно не будет электропривода багажника, как и в Дельфине тоже самое. Здесь у нас стандартный комплект поставки компании BVD. Зарядка, знак аварийной установки, вот ключ и прочее. Ладно, на этом не останавливаемся. Подсветок нет. Розеток тоже нет. И багажник, как видите, глубина по локоть. Но мы можем его сложить. Складывается он исключительно полностью. Не 2 плюс 1. И в таком состоянии он довольно-таки большой. Но не ровный пол. Тем не менее, глубина со сложенным задним рядом ровно 1,30 м. В принципе, неплохо. По ширине 1,10 м. По высоте 88 см. В принципе, нормально. Опять-таки, тут все упирается в цену этого автомобиля. А она небольшая. Погнали в салон. Салон, друзья. Такая же ручка, как в Дельфине, только пошире. Тоже без ключевой доступ. Небольшие зеркала, и в них нет датчика слипых зон. Опять-таки, возможно, в топовой комплектации это будет. Дверь открывается довольно-таки широко. Здесь, ребят, такой же самый материал. Это кожзам, который на ощупь, немножко как резина. Во всех BYD последних марок, я имею в виду Ocean серии, они такие. Тут, естественно, просто жесткий пластик и жесткий пластик. Одно только окно водителя с автодоводкой. Но, возможно, в топе будет все. В топовую комплектацию еще никто не знает, никто не видел. Электроскладывая зеркал тоже здесь нет. Сидушки. Сидушки на самом деле похожи на Дельфина, но уже обновленные. То есть, во-первых, цвет такой темно-синий в сочетании с голубым. Материал такой же самый тоже. Вот как будто немножко резиновый. Но по посадке они очень удобны. Мы уже сидели в этой машине, тут вопросов нет. На ощупь немножко странные. Давайте сядем. Конечно, в базовой комплектации все вручную. По старинке регулировка там. Руль также регулировка, только по высоте, по вылету нет. Торпеда просто пластик. Вот тут такая вот надпись BYD Design, которая смотрится здесь неплохо. Сочетание вот с такой вот желтой или светло-салатовой, я не знаю. Ну да, по цвету. Ну да, ручкой, грубо говоря. Тут доступ к предохранителям. Вот, что еще здесь у нас есть? Панорамы здесь в этой комплектации нет. Возможно, в топе она будет. Опять-таки, мы не знаем, но судя по стандартным вот этим вот кнопкам, я думаю, что у нас здесь будет. Зеркальце с подсветкой у водителя, у пассажира, скорее всего, тоже есть. База комплектации. Базовая комплектация. Нету камер 360, тут бы были они. Поворотный экран, ну, понятно сделать. Тут все абсолютно как в дельфине. Запускаем. Поворотный экран. И смотрите, у них теперь немножко новенький вот такой вот экранчик, ну, табло приборов. Он стал прямоугольным, и он довольно-таки хорошего качества. Он очень хорошо читается, тут к нему вопросов нет. Маленький экран в базовой комплектации, в топе точно будет побольше. Короче, как в июле втором BVD. Широкие рамки. Смотрится, конечно, это уже уныло в нынешнее время, но, опять-таки, в топе должно быть гораздо все повеселее. Поворотный экран никуда не девается. Он также здесь есть. Вот, пожалуйста, в машине немножко жарко. Сейчас мы включим кондиционер получше. Вот такие мы, кстати, теперь регулировками. Температура регулируется. Раньше были немножко они другие, скорость. Подогрева в сидении, подогрева руля, как вы видите, нету. И, насколько я помню, ни в одной из комплектаций этого не будет. R&D, DELFIN. Но, короче, все то же самое. Только в DELFIN это было где-то здесь, по-моему, да? Тут оно теперь тут. Но, даже в базовой комплектации, друзья, есть беспроводная зарядка. Пожалуйста. Розетка 12 вольт. Обычный USB, не Type-C. Два подстаканника. Ну, так же само, да, подлокотник не открывается. Бордак совсем маленький, но он есть. Опять-таки, привет, DELFIN. В принципе, ребят, сказать что-то плохое про эту машину, не поворачивается язык, потому что тут цена. Тут, во-первых, BYD. BYD это качество, это blade battery, это надежность. Пофиг на эту оцинковку, да, это, опять-таки, эта машина сделана для юга. То есть, она будет здесь ездить исключительно вот по Гуанчжоу, по Шэнчжэню. Как бы, тут оцинковка не нужна. Никто тут ничего гнить не будет, не переживайте. Поэтому на нее уже очень много заказов. Вот сейчас вот ребята сказали, эту машину привезли сегодня с утра. Мы уже человек, двенадцатые люди, кто ее смотрит, говорят, все ее заказали. Я думаю, вы понимаете почему. Пойдемте посмотрим, как там сзади. Задний ряд, друзья. Оп. Ну, задний ряд абсолютно тот же самый DELFIN. Подлокотника здесь нету. Есть такие же кармашки, как были в DELFIN'е. Посадка, смотрите. Метр семьдесят восемь роста. Кулак. Кулак над головой. То есть, тут сиденье гораздо комфортнее, нежели во многих машинах, которые стоят вдвое, а то и втрое дороже. Посмотрите, место перед коленами. Красота. Ручка страха есть, нету лампочек, как бы, да. Ну, не почитайте вы тут книжку, к сожалению. Придется с этим смириться. Во всем остальном, ну, у меня вопросов нет, ребят. Я думаю, что и вас тоже. Пойдемте глянем под капот. Ну что, под капот. Ручка. Раз, два. Естественно, никаких газовых упор здесь не будет, как это было и в DELFIN'е. Вот, пожалуйста. Так, шумоизоляции здесь дополнительно тоже нету. Но зато посмотрите, как все компактно, да. Посмотрите на размер этого аккумулятора. Такой маленький, с ладонь, размер с ладонь. Круто. Друзья, в этом автомобиле, во всех трех комплектациях, стоит исключительно один двигатель на 55 кВт и 135 Нм крутящего момента. Отличие у них исключительно в батарее. Две комплектации первые идут с базовой батареи, конкретно вот здесь стоит базовая. И самая топовая комплектация, условно говоря, long range. Здесь у нас стоит батарея на 30,88 кВт-часов, что позволяет ему проехать 305 км по тестам CLTC. И топовая комплектация, в ней стоит 38,88 кВт-часов, что позволяет ему проехать ровно на 100 км больше, 405 км по тестам CLTC. Охлаждение тут точно есть. Вот подогрева, подогрева скорее всего здесь нету. Ребята-менеджеры тоже не знают, как они сказали, что скорее всего здесь нету теплового насоса. Но, честно говоря, вот у меня есть сомнения, потому что даже в дельфине он был. К сожалению, да, посмотрите, я это ничего не могу сейчас, потому что нам надо ее сейчас будет отдать. Но, если вы знаете, а я думаю, что многие из вас уже знают ответ, есть ли тут тепловой насос или нету, напишите, пожалуйста, в комментариях, мы будем вам очень благодарны. Ну, а теперь самое интересное, друзья, то, что это батарея Blade, это литий-железо-фосфат, долговечность. Да, и по поводу портов зарядки. Порт зарядки, ребят, два, естественно, скоростной и медленный, спрятанный под одной большой дверцей. Вот. Что, знаете, есть на самом деле показателем того, что эта машина будет продаваться в Европе. Как это сейчас и с дельфином, и с прочими машинами. Этот порт просто меняется на CCS2, и, пожалуйста, эта машина может быть в Европе. Будет ли она в Европе, конечно, сложно сказать, но очень хотелось бы. И также, ребята, они сказали по поводу V2L. Они тоже говорят, что мы еще не знаем. А давайте попробуем посмотреть. Слушайте, мы же открывали багажник, я не обратил внимания, есть ли тут разрядник. Если разрядник есть, значит V2L тоже есть. Но разрядника, друзья, я не вижу. Нет, скорее всего, здесь нету. Ну, опять-таки, знаете, напишите в комментариях, мы будем вам за это очень благодарны. Друзья, ну и самая основная привилегия этой машины, конечно же, это ее цена. Вот это базовая комплектация, друзья. Конкретно вот эта машина стоит 73 800 юаней. За литий-железо-фосфатную батарею, за имя, за прекрасный внешний вид. Она реально классная, да? Я считаю, что это абсолютно оправданно. Следующая комплектация, ну, пока что мы не скажем отличия кардинальные. Я думаю, что будет панорама или люк. Вот честно, мне так кажется, но пока что никто не говорит. Вот с ребятами мы провели время, сколько сегодня час говорили, они не знают. Ну, в общем, следующая комплектация 78 800 юаней. И самый топ, друзья. Самый топ это батарея на 38 88 киловатт. Будет стоить 89 800 юаней. Возможно, это уже немножко дорого, хотя, блин, а почему бы и нет? В общем, я вам скажу точно, что продаваться из этих всех машин будет лучше всего конкретно вот эта вот машина. Потому что камеры 360, а, вот, да, они будут в следующей комплектации, они как бы в такой маленькой машинке абсолютно не нужны. Мне кажется, без них можно пережить. Панорама, люк, ты пофиг. Все остальное, ну, почему нет? Ну, всего достаточно в этой машине для хорошей езды. Мне кажется, что она удалась. Как вы считаете? Вот будет ли у нее будущее в наших странах? Мне кажется, однозначно да. Но ей нужно время, потому что все равно, как бы, наш народ хочет немножко что-то побольше. Но, тем не менее, мы ее очень ждем в Украине. Welcome to Ukraine. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Хотите данный автомобиль, заказывайте без проблем. Вот, конкретно ее можно уже забирать. Мы всегда рады. Так что, еще раз, добавляйтесь во все в Viber, чаты, в Telegram, чаты, в Instagram. Все ссылки у нас в закрепленном комментарии. Всех обняли. До новых видео. И пока-пока. Вы знаете, ребят, вот мы сняли обзор этой машины. И через два дня в Гонжоу выставка VYD. Вот она стоит еще в белом свете. Как раз мы видео добавим. А, неаа. В белом свете она действительно смотрится неплохо. Единственное, что салон. Салон у него розовый. И, соответственно, далеко, наверное, не все парни заклассно будут купить себе машину с таким салоном. Ну, почему бы не накинуть сюда чехлы какого-то темного света и нормально. Потому что кузов, кузов в этом свете реально хороший. Он такой больше даже бежевый, нежели белый.